Часть задач, ну, на самом деле, строго говоря, все задачи по генетике, но есть вероятность на каратах. Давайте попробуем решить вот такую задачу. У безрогой коровы от рогатого быка родится безрогий теленок. С какой вероятностью у безрогой коровы от рогатого быка родится? Теленок это мальчик или теленок? Это абсолютно правильно. Например, родится безрогий теленок, если известно, что прошлый теленок у этой коровы был рогатый. Неизвестно. И в данном случае это не важно. Важно, что у этой коровы уже был рогатый теленок. Известно, что безрогость доминирует над рогатостью. Итак, А большую, безрогость, а малая рогатость. Так. Ну, во-первых, бык рогатый, значит, у него пенотип точно вот такой. Да. Потому что рогатость – это, ну, децессивный признак. Совершенно верно. А то, корова, она безрогая. То есть она вообще, может быть, была вот такой, либо вот такой. Верно. Но у нее был теленок. Противник. Теленок у нее прежний был рогатый. Вот. Ну, а половина генотипа теленка от мамы. Значит, у мамы есть вот такой ген. Это полезно? Значит, маму где-то ржевозная. Ну, а при скрещении, наверное, расщепление один как мамы. Потому что вот тут гометка только такая, а тут либо вот такая, либо вот такая. Совершенно верно. На примере этого решения, когда получаете генетическую задачку, всегда кого нам постараться найти? Попробуй. Реактивный. Реактивный, помните тут. А, я понимаю. А почему? Потому что они определяются однозначно. А потому что, да, они однозначно определяются, с ним все понятно. Да? У тех, у кого доминантный фен. У них, возможно, каждый раз два разных варианта. Поэтому, когда у вас есть вещь с доминантным феном или трак с доминантным феном, то запись обычно делают вот такую. Если доминантный фен, что это значит? Это значит, что один из алилий наверняка какой? Доминантный. Доминантный. А вот второй мы знаем или нет? Нет. И задача сводится к тому, чтобы узнать, какой второй алилий. Да. Идет понятненько? Да. Хорошо.